Привет, ты на канале KS Streamer, и сегодня посмотрим свежую point and click адвенчуру The Night is Gray. Игрушка вышла 5 января этого года, и к текущему моменту набрала пару десятков положительных обзоров в Steam. История повествует о неком чуваке, который то ли заблудился в лесу, то ли еще что-то, ну короче оказался в лесу и нашел девочку, которая без его помощи не выживет. И будет выживать с ней вместе. В общем давайте посмотрим, давайте заценим. Это был волк. Если будешь плохо себя вести, волк придет за тобой ночью. Они заберут тебя. А ты будешь кричать, наверное. А я буду смеяться все это время. Ты слышишь меня? Испорченный, наверное, ребенок. Короче, это какая-то страшная сказка. Это айтишник какой-то бородатый. Что, черт возьми, такое? Надо выбираться отсюда. Нахера отсюда вообще забрался? Кто-то там? Вроде в игре есть подсказки. Так что, если что, будем пользоваться. Луна не светится. Так что... Повыть не получится. Я проверю это направление попозже. Мне надо проверить, что создает этот звук. Какая-нибудь ядовитая змея. Нахера тебе проверять? Ты абсолютно непригодный к жизни человек. Так это не лес все-таки. Ну, сложно назвать лесом. Какие площади очищены. Тут дом? Интересно. Это что это тебе интересно? Мне не стоит трогать это. Канистру. Ну, по крайней мере, до того, как я смогу убедиться, что никого нет дома. Наверное, вот так. Так, ну давайте постучим. Ничего страшного по поводу какой-то двери, которая открыта. Может скрипучей. Который, значит, дома, который находится... Нигде. В настоящей дыре. Hello. Кто-нибудь там есть? Ну, там свет включен. Ясен хер, там кто-то должен быть. Кто-нибудь дома? Стой прям там, или я выстрелю. У меня тут ствол. Воу-воу-воу, полегче. Ты че? Ты же просто ребенок. Вообще-то я человек, у которого ствол. И тебе не стоит меня пугать. Ты монстр. Да я не монстр. Шел нахрен монстр. Я не монстр. И, пожалуйста, не стреляй. Да, конечно. Ты тут одна. Это... Реально пушка у тебя? Ну, реально, может, настоящее ружье? Это не... Так. Это ведь не настоящее ружье у тебя в руках, так ли? Так. Да не бойся. Это ты создавал тот шум в лесу? Давай спросим. Ты тут одна? Ты тут в этой всей тьме одна, что ли, находишься? Нет, у меня мистер шотган. Я не думаю, что ты хочешь его позлить. Поэтому ни шага ближе. Да клянусь, все нормально. Да я обычный человек, такой же, как и ты. Ага. Отличная попытка, монстр. Да ты не бойся. Это просто темнота. А почему вообще здесь так темно? Да свет что-то вырубило. Мама пошла починить. Что-то с генератором. Она вернется вот-вот. И у тебя будут реальные проблемы. А скука и она отсутствует по времени. Я понял. Она обычно берет ключ в коробке. Ну, в общем, над тем ящиком. А в этот раз она что-то забыла. Она вернется за ним в любую секунду. Это ведь не реальный ствол. Это просто игрушка. А ты хочешь проверить, игрушка это или нет? Вот девочка тут, смотри. Нервы-то у нее нормальные. Ну, хотя она видит, что это задрот айтишник. Так что насчет шума? Это ты его создавал в лесу? Кажется, странный вопрос ребенку задавать. Да, это была я. О! Я искала маму, а потом я увидела тебя, монстр. Мама предупреждала меня, что есть бугимен. Он ходит в лесу. Что? Ну, я просто человек. Тут просто темно. Да я видела, ты большой и покрыт шерстью. Да я просто взрослый. И это борода. И у тебя глаза блестят. Ну, это просто очки. А просто отражение лунного света, вероятно. Да просто заткнись. Ты монстр. Я не оставлю тебя здесь в темноте. Тебе нельзя оставаться одной здесь. Давай я включу свет, а у тебя просто не будет причин бояться. Да хорошо. Если ты поможешь маме и включишь свет, и ты не монстр, тогда я не застрелю тебя. Хорошо, я вернусь. Так, вот это коробка, о которой ты говорила? Да. Просто пытаюсь убедиться, что все правильно понял. Я предупредила тебя. Хорошо, хорошо. Пошли отсюда нахер. I could use the smoke. А он курить хочет. Борода еще курить хочет. Надо как-то открыть. Ну, только после того, как перекурю это дело. Ну, конечно. Отлично. Последняя. И у меня нет зажигалки. Сохраню ее... ...настолько, насколько могу терпеть. Надо пойти и починить генератор. Ну, пойдем починить. Так, это канистра пуста. А вот это? Вообще ни капли. Так много дров. Кто-то ожидал жуткой зимы. Вот это вот? Вот это вот просто для понимания. Это огромная куча дров для жуткой зимы. Слышишь, как зажрались падлы англоговорящие? Ну, хотя там дальше чуть больше дров. Но все равно не так много. Чтоб жуткую зиму пережить. Так, это просто... ...ведро с мусором. Готов поспорить, тоже пуста. О! Немного бензина там. Ну, взять, таскать с собой канистру не очень удобно. Нет времени отдыхать. Так, а вот эта штука-то... Подожди. Маленькая металлическая коробка. Что-то внутри. Давайте откроем. Ключик. А ребенок был прав. Там ключик. А что, это ключик от щитка какого-то? Что-то должно открыть? Очевидно. Очевидно, да. Сортир. Заперто. Ни хера не, мам. Чего ты должен триндеть столько? Ключ попробуй. Жужи, это решено. Проблемы. Черт, нет электричества. Отлично. Но я нашел... Изоленту. А может, это просто скотч? Ни хера, говорит, не вижу. Ну, то есть, что-то он на ощупь может найти, типа... Скотч, а что-то не может. Говорит, да не вижу ни хера. Ну, вот это ты увидел. Если бы было все логично, так бы я и не щелкал. Возможно... Они уже ушли. А мост... Значит, дорога, может, через мост намного безопасней. В любом случае. Надо проверить, а они все еще тут или нет? Ну, это волки какие-то. Они все еще здесь. А это он свою лапу так? Неплохо, неплохо. Нарисовано-то как? Они все еще здесь. Семья, которая... Питается вместе. Ну, находится вместе. Надо выбираться из этого места. Здесь туман. Я могу бросить камешек, наверное, в них. Но... Пассать в штаны будет более эффективно. И куда ближе к тому, что произойдет. Красавчик. Понимает... Свои реальные возможности. Никогда не видел маяк отсюда. Что, ты здесь с вами гуляешь, что ли? Как он здесь оказался? Почему тут волки? Как, черт возьми, вообще оказался в этом беспорядке? Так, вот... Так. В чем дело? Он воспомин... Вспоминания? Вспоминания какие-то? Так. Прекрати говорить сам собой. И шутить. По-идиотски. Ты не сойдешь полностью с ума. Ты можешь развалиться позднее. Ну, сойдешь с ума позднее. Хватит сейчас. Схерней заниматься. Просто помоги девочке. И никогда не возвращайся сюда. Решай проблемы последовательно. Сначала почини генератор. Какое структурное мышление этого айтишника. Охереть. Очки протер. Всю жизнь занимается очковтирательством. Даже тут. Так. Не хочешь тряпочку объединить? Так много деревьев. Это на что-то похоже. Я прав? Не знаю на что. Ты прав? Дерево в доках прогнило. То есть, это нельзя использовать. Как все остальное в этом месте. Выглядит, что вообще невозможно использовать. Ну, короче, кто-то вообще не следит за состоянием. Наверное, ни пирса, ни лодки. Ну, хорошо. Так, генератор. Будем сейчас чинить генератор. Давайте посмотрим, могу ли я заставить отработать, открутить. Ну, чего? Ну, чего? То, что механик прописал. Так, лампочка. Так, насос работает. А что еще должно работать? Еще одна вещь, которую я сломал. Ну, подожди. Так, что-то не так. Ремень. Ну, что, реально можно вот скотчем починить? Ну, я не знаю. Мне кажется, это нереально починить скотчем. Так, а может, надо еще протереть тряпочкой? Ага, вот это посложнее будет. Да будет свет. Отлично. Наконец, хоть что-то начал работать. Ну, что за хрень? Наверное, выкуси, Эдисон. Так, давайте пошарим, что тут в сарае есть. Надо сбрить бороду. О! Так, ну, это сарай с инструментами. Как многие другие. Заполнил он всяким мусором. Не понял. Ну, ты что, вообще ничего здесь брать не будешь? Здесь меньше пыли, чем в другом месте. Это... Это же медвежонок! Ты прикалываешься, что ли? Тут есть что-то? Пила какая-то. У пилы нет ручки. Возможно, я смогу как-то ее использовать. Слишком высоко, они не дотянусь. Бать! Значит, здесь нечего брать. Все, погнали отсюда. Значит, есть пила без ручки. Есть медвежонок. Но он ничего брать... Это он не дотягивается, а это он не хочет брать. Но пока. Так, нет времени отдыхать. А, можно в окошко посылать. Давайте в окошко посмотрим. Главное, чтобы сразу туда не прилетело. Монстр! Я могу войти? Пожалуйста, не стрелять. Я не... А ты где? Это было не... Это было не ружье, а все на все метла. Но я же смогла тебя напугать. Да, ты не монстр. Ты мистер. Мистер. Ты видел мою маму? А, точно. Твоя мама пропала. Да. А ее давно нет? Давно. Она пошла наружу? Ну да. Не, не видел ее. Понятно. Может, я смогу увидеть ее, если выйду на улицу. Он говорит, я не думаю, что ты увидишь ее. И не думаю, что это хорошая идея покидать дом. Что-то поверь мне. Так, ну черт, чертовы дети. Короче, все непослушные. Так, не собираюсь выключать свет. Ничего ценного. Ну, полезного, скорее так. Так, не время составлять список для покупок. А, метла. Можно метлой зацепить, пило. Почти застрелили обычной метлой. Видимо, зрение ухудшается. Немного удивлен, что ребенок умудряется поддерживать место в тепле. Ну, короче, подкидывать дровишек. Заперто. Может быть, ребенку не положено там быть по какой-то причине. Ну, а нам-то положено. Смотри, тут что-то варится. Запах как будто уже горит. Так, кипит уже длительное время. Ну, говорит, это несовместимо. Ну, как несовместимо? Тряпочкой взять. Несовместимо. Плохо пахнущее, наверное, рагу какой-нибудь. Поджарка. Ну, что-то такое. А, кстати, можно прикурить. Надо сохранить сигаретку, но потом. Что-то подсказывает мне, она мне понадобится в будущем. Этот нож для масла может пригодиться. Так, тут еще комната. Тут заперто. Парадная дверь открыта, а все комнаты внутри заперты. Будет разве это не странно? Может, через окно можно? Помню те хорошие времена, когда я думал, что меня застрелят. Не знаю, что это значит. Меня зовут Грэхом, кстати. А меня Хэна. Ты любишь груши? Да не особо. Те, которые жесткие, вредят деснам. А у меня плохие десна. О! Короче, сожалею. А у меня это мой любимый фрукт. У тебя нет случайно груши? Боюсь, что нет. Мама опаздывает на ужин. Дитя, а ты что, здесь живешь только с мамой? Да, это только я и мамы. У нее темные звезды на лице. Длинные волосы. Цвет этих деревьев. Что же это означает? Брюнетка с веснушками. Это то, о чем я и сказала. Она... у вас вы еще где-нибудь живете? Может быть, еще где-то можете ужинать? Может быть, другие члены семьи? Да, бабушка с дедушкой. Но что-то не видел их уже долгое время. Они живут в деревне. на другой стороне леса. Знаешь? А как ты туда добираешься? Мама меня никогда не берет куда-либо. Она отправляется на лодке, потому что это самый быстрый способ. Так, а другого способа нет? Ну, через мост. Длиннее, конечно. Мама ненавидит этот путь. Да, но этот путь не самый безопасный. Я видел там волков. Где мама? послушай, дитя, ни мне, ни тебе здесь лучше не оставаться. Даже твой дом не в полной безопасности. Кстати, почему? Нам надо выбираться отсюда. Что скажешь, если я отведу тебя к дедушке с бабушкой? Нет, мне нельзя. уходить. А что если мама вернется, а меня здесь нет? Она реально разозлится. Готов поспорить, что твоя мама как раз находится у твоих дедушки с бабушкой. Может быть, они ждут тебя там, чтобы вы поужинали. И как раз уверен, там, короче, будут твои любимые груши. А я тебя туда отведу. Возможно. А как ты доберешься до туда? Да не беспокойся, я этим займусь. говорит, ну давай. Я на шухере постою. Вдруг мама придет. Ты еще боишься меня? Нет, мистер. Выглядишь чудаковато. Чудаковато? Ну да. У тебя хороший дом. Ты хочешь сделать какой-то комплимент? Что? Это неуважительно. Говорить о твоем доме? Ты что-то какой-то грубоватый. Я просто сказал, что у тебя хороший дом. Ну хорошо, хорошо. Это наш дом. Мне нравится гулять и смотреть за светлячками. Они почти как феи. да-да, конечно. Так, мне нужна твоя помощь. А, он ее посадит, конечно. Ну, хотя, если она просто на плечи сядет, то, наверное, не шибко будет больше по высоте. Мне нужна твоя помощь. Заберешься ко мне на шею? Да, с удовольствием. Так, все, забираем пилу. Тебе повезло, ты просто хороший ребенок. медвежонку увидит. Быстро, мистер, позволь мне забрать это. Ну, наверное, медвежонка. ребенок, давай, возьми это. медвежонка. Вот, возьмите, мистер. Ну, мама говорит, нельзя играться с острыми объектами. но я думаю, что можно сделать исключение. О, хватит кататься бесплатно. Вот, Эй, мистер, ты же специалист по починке. Думаю. можешь, пожалуйста, взять сторки и починить его для меня. А что не так с игрушкой? Да ладно, короче, помоги. Да я не хочу заниматься каким-то медвежонком. Ну, пожалуйста. Ну, есть более важные дела, которым стоит занять. Пожалуйста, пожалуйста. Договорю, что сейчас это не важно. И с твоей куклой все в порядке. Поэтому ответ нет. Сейчас он обидится. Пожалуйста. Черт возьми, хорошо. Ладно, попробую. Надо найти необходимый материалы. Ну, сначала пообещай, пообещай, то вернешь его после того, как починишь. А зачем мне держать его у себя? Ну, вот мама, например, отобрала у меня игрушку, когда я плохо себя вела. и она обещала вернуть назад, но так и не вернула. Поэтому пообещай, что вернешь. Конечно, конечно, обещаю. Веди себя хорошо, медвежонок. вот ему заняться-то нечем. Это птичка, она говорит, глупая птичка. А может, это утка? Изолентой? Неплохая шутка. у него как бы внутренний, видимо, диалог говорит, что это не способ чинить игрушки изолентой. Лучше заклей себе рот, а у тебя плохое дыхание. А может, мне лучше заткнуть рот? В общем, короче, такой диалог продвинутый. странный набор предметов у нас. Непонятно вообще, зачем мне пила? А тут объекты подсвечиваются? Ага. Да, здесь подсвечиваются предметы. Dreamcatcher, ну какая игра без Dreamcatcher. Так, здесь ничего. ну не исключено, что все объекты мы потрогали, посмотрели. Ну под горшком может быть ключ какой-нибудь в теории. Ну хорошо, есть зола, зола может тоже пригодится. А ключ? А, ну да, это просто кебинет. Все понятно. Так, картинки. Так, это же маяк. Выглядит по-другому. Эта фотография должна быть очень старой. Так, весна, в которую мы видели в которой мы видели свет друг друга. GP. Ну, а там еще что-нибудь. Ну, больше тут ничего не подсвечивается. Может, можно вытащить. неочевидно. Ну, хорошо. Ну, ты пожар не хочешь устроить? Помешать? выпилить дверь. Дверь мне запили. Говорит, замок тут не... не вижу, как это может сработать. В ощущении, что здесь ничего нет. сейчас мы посмотрим все предметы, которые подсвечиваются. Их тут нет. А, mailbox. удивительно, что кто-то носит почту типа в такую дыру. Говорит, но потом, говорит, я понял, что он, говорит, наверное, никто ничего тут не носит. мне кажется, здесь не были. Так, сухое дерево. Так, ядовитый плющ. Говорит, без вариантов, чтобы я пробрался через это. тряпочкой накрой. маслица на маш. Отпили кусок дерева. Это заброшенный путь, но через ядовитый плющ. Я согласен, хреновая идея. здесь ничего нет. деревяшки сгнили, ну и лодка сгнила, все сгнило. Мне нравится, офигенно, сказали, что подсказка, а подсказка это просто подсветка объектов. все работает. Здесь не с чем взаимодействовать. Это сгнило, это сгнило, это просто как декорация. Генератор работает. Так, сорян. Не понимаю людей, которые что-то там особенно по ночам. Вода жуткая. знает, что там прячься. Может, плавают? Плавают по ночам? Выглядит печально. не стоит не стоит идти. нет. я не настолько смел или туп. Возьми камешек в тряпочку, сделаем прощу. Я никого не прощу. Значит, надо с девочкой говорить. Мистер, я видел волка. Где? поверил. Испугался? Не смешно. Что за путь за кустами? А, да. Помню, мама говорила что-то по поводу этого. Она была недовольна. А почему? Она говорила, это опасно. Думаю, кто-то умер там давным-давно. Ты говорила, что-то про волков. ты вообще видел, чтобы они здесь тусовались? Вообще я никогда не видел ни одного. А мама говорила, что они живут в лесу. Они реально страшные. У них большие зубы, которые могут сожрать ребенка. ты уже знаешь, как мы доберемся до дедушки с бабушкой? У меня есть идея. Просто нужно немного времени. А как бы мне... А ручка. Ну конечно. Нужно ручку было вытащить из ножика. Так очевидно. А он объединил. И теперь можно будет отпилить вот эту штуку наверное. Это займет целую вечность. а плющ срезать. А что можно сделать пилотой? Не, например, что это глупо. не могу поверить. Я сделал так, что все сработало. Наконец-то сделал что-то хорошее грехом. Кто знал? эта пила едва ли работает и вся покрылся ржавчиной. Не забираюсь таскать этот кусок мусора с собой куда-либо еще. Но возможно сохраню нож для масла. очень странное решение. Какой-то плющ он его пилой распилил. вот оно место. Почему должно быть это именно место? Так, это очень крутое. Можно валиться, наверное. Если я спущусь вниз, мне будет сложно забраться наверх. И волки могут нас тут сцапать. Я возьму ребенка до дома родителей. Ну, дедушки с бабушкой, то есть. Это наименьшее, что я могу сделать. Я не могу оставить ребенка. А ребенок не пойдет, пока не будет эта птичка. исправлено. Эй! Я видела волка. Опять лжешь? А ты опять веришь? Да нет. Да знаю, что веришь. Все, погнали. Нашел обходной путь в деревню, погнали. Ну, и что не так? Да ничего. Ну, все, погнали тогда. Все будет нормально. Готов поспорить, найдем твою маму там. И даже если нет, ты будешь в безопасности. она вернется сюда. А составить записку, там же бумажка на столе. Она узнает первое место, где стоит тебя искать. Так, он говорит, ты обещал. Я обещал. я оставил записку для нее на всякий случай. Нам надо идти прямо сейчас. Ты возьмешь меня, я на плечах буду кататься. Да, да, конечно же. Подожди, right back. А ты реально записку оставил? Я что-то не оставлял никаких записок. Не балабул ли ты часом, борода? Надо записку оставить, то пошли это. А так вообще похищение ребенка такой срок дадут. Надо найти, чем писать. Уголек. Он говорит, конечно, я могу сжечь кусок рукоятки вот этой метлы и как угольком просто написать. говорит, ну, наверное, стоит просто поискать ручку. может быть, как-то продеть. как она закрыта именно на ключ? Ну, а почему угольком-то нельзя написать? . нужна ручка вот усложнять то любят ну хорошо трэшкэн может здесь ручка старая какая-то пахнет ужасно а что следовало ожидать ну не найдем ручку значит не найдем пойдем дальше я приложил усилия джанк ну здесь джанк только ну джанка джанк все я нормальное решение предложил сжечь чего-нибудь взять уголек написать угольком до того как ты что-либо скажешь ты слышал историю про мальчика который кричал волки-волки но я же девочка тупица забудь а у тебя есть ручка или что-нибудь у меня есть что-то танки так района окей нож дать погоди-ка они старые и что-то грязные мама выбросила их как жалко ну и что-то в помойку что лезть не на мы не должны попасться он будет идеально работающий маркер если правильно перевел не знаю вообще конечно супер стремная тема что он девочку решил забрать и отвезти в деревню которая хер узнает где находится мы тут не телефона ничего полицию не вызвать но в принципе не каменный живек тут генераторы электричество глядишь телефон где-нибудь рядышком гид вот твой маркер но это не мой был так больше можешь оставить себе а что ты собираешься рисовать да даже не знаю просто может пригодиться а каким образом пока нет идей я же могу взять с собой можно и стать красный автомобиль этим или вампира который сосет кровь или можешь нарисовать красный цветок ну так он тебе нужен да не не все в порядке оставь себе все готово погнали ты оставил записку для мамы чтобы она не беспокоилась да я все сделал хорошо погнали давай на спину забирайся видимо следующая глава зачем ты сделал это ты хочешь чтобы мы чтобы я закрыл тебя в этом темном месте снова это то что происходит с непослушными детьми и прекрати плакать прекрати плакать или пожалеешь об этом все спустились ну ты вообще-то тяжелее чем выглядишь ребенок я не маленький ребенок в любом случае а больше я расту короче стоит кататься наверное у меня на спине куда мы отправляемся мама сказала этот путь небезопасен да я понял но все будет в порядке просто доверьте да хорошо это было легко оставайся здесь пока я посмотрю что делать дальше все делай как раньше поняла если нужна моя помощь я буду здесь конечно конечно давайте здесь прервемся продолжим следующей серии спасибо за просмотр ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал ставьте колокольчик до встречи в следующей серии всем пока